Привет всем! Сегодня будет не совсем обычная съемочка. Мы сегодня решили провести тренировку вместе с Татьяной Кулычниковой. Заодно я поинтересовался, что она думает про наш проект, какие у нее планы на жизнь. Как вы видите, я тоже буду тем временем заниматься, если не доживу до конца тренировки. Но ничего страшного. Таня, кстати, слева. Посмотрим в нее. Таня, как дела? У вас относительно замечательно. Относительно замечательно? Да. Ну, вот у меня что-то как-то скорость большая, по-моему. Троечка, да? Троечка, что-то больше. Троечка? Нет. А я специально не покажу. Так, как вообще с физическими упражнениями обстоят дела? Раньше занимались? Да нет, просто я специально никогда не занималась. Ну, пока училась в технику, и это было очень давно. А чем занималась? Да, всем, чем надо было за технику. Метание гранаты, бег, что-нибудь еще веселенькое. Что-нибудь веселенькое? Это, например, метание гранаты в инструктора. Очень веселый вид спорта. Тут у нас был очень опытный инструктор, а при этом все очень хорошо. Ну, как бы, сам видишь, да? Особо не страдаю избыточным весом. Хотя есть, конечно, мешки. Но это тяжело. Я не представляю, как тяжело Татьяне и всем остальным девчонкам. Ну, Татьяна у нас только начинает. Остальные девчонки уже, так сказать, опытные в этом деле. А мы, скажем так, с Татьяной новички. Поэтому пока тяжело. Роберт, а вот это что такое? Это предприщепка, чтобы не улететь. Да, так вот держишь. Как только она сразу раз останавливается. Видел? Надо передохнуть чуть-чуть. А, я-то сначала подумал, что это ты случайно выдернул. Нет, нет, нет. Что все было специально. Все. Люди, никогда не берите в руки сигареты. Это вред вашему организму колоссальный наносит. В том числе в психологическом состоянии. Когда рядом девушка едет, а ты уже устал. Поехал. Девушка два месяца назад бросила курить. Вот, вот, друзья мои. Человек бросил два месяца назад курить. Не тянет? Нет. Как хорошо. Солицу. Надо бы тоже попробовать. Слышишь, как я хрустю? Крючевой пояс вращения вперед-назад. Вот, вот, слабый вестибулярный аппарат. Когда вот так его делаешь, сразу голова окружится. У меня слабенький. Круговые вращения руками вперед-назад. Даже старая растяжка вообще уже не работает. Я думаю, что будет легче. Мне, по-моему, тяжело. Не знаю, почему. Только не говори, что это возрастное. Ну, 20 я уже сделала. Сейчас еще. Ну, только по-пять. Не больше. Пять чуть-чуть. А самочувствие, как? Ну, ну, ну. А у меня что-то никак. Я могу. Я мужик, давай, поехали. Папа, в свое время рыбакоходник был. Угу. А на природу ездили каждый. Дай мне пока была водка. Поэтому, да и на Сахалине старалась не упускать. Возможность побыть на море. Поесть рыбки. Но, видимо, рыбка, видать, слишком много помоев той рыб. Я тут очень люблю рыбку. Ну, все. Мы поехали дальше. Встаем. Татьяна, пока 5, судья нет. Ой, это самое, самое нелюбимое мое. В женскую раздевалку? В женскую раздевалку походить. Слышим. Сводим, выдох, разводим, вдох. Он издевается. Вот прям посмотри ему за лицо, он издевается. Хотя на самом деле давно вот этого не делал. Это будет... 45500 получается. 45500? Да. Так это ж мой рабочий вес на правую руку только. Все, внимание, у нас новая участница. Идя в спортзал, не забудешь полотенечка. Опять бокс. Это я, у нее. Что там? Не, не, не. Опять живо. Аня, как себя чувствуете сейчас? Нормально. У меня здесь практически все комфортно, кроме вот элипса. Да, я уже устала, ноги уже болят. Может, споем? Нет. Нет. Хватит на то, что он просто сахалинская лопасть слышал, как наполняет. Давай ношу. Иди. Многие сами по себе сейчас идут. Что, отвалил меня. Во время процесса похудания следить за всем самостоятельно и правильно довольно-таки проблематично. Именно по этой причине существуют люди, компетентные в этих вопросах. И имя им диетологи. Очень полезны диетологи. Привет.